Жители Красноармейского округа сплотились для помощи военным землякам. На призыв откликнулись от мала до велика. Волна народной поддержки набирает силу. Для мобилизованных и добровольцев уже направили несколько машин с гуманитарным грузом. И работа не останавливается ни на минуту. Ловкость рук и обычная рыболовная сеть превращается в маскировочную. В спортзале Траковской школы наладили целое производство. Пока одни режут лоскутки тканей, другие вплетают их в каждую ячейку. Занятие требует усидчивости и терпения. Но все ради важного дела. Эти сети спасают жизни солдат. Идея о ручном плетении маскировки появилась в школе неспроста. У нас был участник батальона «Адл». И из его рассказов мы поняли, что они для замаскировки используют различные маскировочные сети. И когда мы обсуждали с детьми и с учителями, мы подумали, почему бы нам самим какой-то вклад не внести. Неравнодушные жители помогли приобрести рыболовные сети. Лоскуты ткани передали из швейного цеха. Сразу после каникул в школе взялись за изготовление камуфляжа. В зоне спецоперации сетки используют для защиты техники и укрытия бойцов. Здесь уже смастерили несколько таких средств для маскировки в теплые и зимние сезоны. Если вначале это была инициатива учителей, то сейчас к ней примкнули и школьники. Плетением занимаются на переменах и в свободное время. Они понимают, что они делают. Это не долг родине, но это та самая маленькая помощь, которая всех нас объединяет. Этим мы сильны. Жестяная банка, парафин и гафрикартон. Это все, что нужно для создания окопных свечей. Их выпуск уже освоили десятки жителей района. Схема их изготовления проста, и они незаменимы в блиндажах. Свечи, они как бы двойного назначения. И освещение дают они, когда сидят люди в блиндаже. И также можно на этих свечах приготовить еду. Необходимость собирают всем миром. Одни приносят жестяные банки, другие – огарки церковных свечей. Воском снабжают и пчеловоды. Местный предприниматель выделил помещение для сбора материалов и работы. Технологии изготовления траншейных свечей не затейливая. Скрученный картон кладут в банки и заливают воском. Первая партия уже готова к отправке бойцам на передовую. Первый раз мы сделали 152 свечки за 4 часа. Порядка 30 человек нас собралось. А вот во второй раз уже мы тоже за такое же количество времени. В два раза больше мы уже сделали. Потому что мы уже знаем технологию, процесс. Не замерзнуть зимой солдатам помогут и печки-буржуйки. С ее помощью можно обогреть землянку и палатку, приготовить пищу и высушить вещи. Делают печки из старых газовых баллонов. Буржуйки топятся дровами. Их легко можно переносить с места на место. Они адаптированы к боевым условиям. Свободного места достаточно. Баллон нагреется хорошо. Сверху можно будет его и греть. То есть это стандартный нормальный баллон. Все так делают. Сразу сделаны заслонки, чтобы ребята там угарным газом не дышались в закрытом помещении. Свою армию надо кормить. Если не будешь кормить свое, будешь кормить чужую. Местные умельцы соорудили уже 10 таких печек, которые востребованы на передовой. Еще одни помощники для бойцов спецоперации – эти буханки. В Красноармейском округе ремонтируют сразу три УАЗа. Мастера буквально перебрали транспорт по деталям. Небольшой автопарк для нужд бойцов удалось собрать и обновить общими усилиями жителей. Помогали кто чем мог. Мы получаем на любой призыв о помощи отлик. И это очень приятно. Я думаю, вдвойне приятно нашим ребятам на передовой, что их любят, помнят, ждут. И все делают для того, чтобы их тяжелый ратный труд как-то облегчить. Ирина Николаева, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.